А сейчас на связи Приоралия. Там в областном историко-краеведческом музее организована фотовыставка «Сырдарья в годы войны». Во всех учебных заведениях региона проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами. Что сейчас происходит в Казаларде, расскажет Райхан Тажибаева. Райхан, с праздником! Вы в эфире. Слушаем вас. Спасибо, Вера. И вас тоже с праздником. Главные торжества проходят сегодня здесь, на площади Тахзым, куда пришли тысячи жителей областного центра, чтобы отдать дань памяти героям войны. Начались они с минуты молчания возложения цветов к монументу славы. В память известным безымянным павшим бойцам прогремели оружейные залпы. Особый почет ветеранам войны и тыла, главные гости парада, до сих пор остаются в строю и являют собой образец мужества и военной доблести. Для них здесь же, на площади, разбита настоящая полевая кухня, где почти так же, как 73 года назад, герои-победители спешат поднять фронтовые 100 грамм. И в первую очередь за победу. К слову, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Приораля было призвано свыше 150 тысяч человек. Каждый пятый погиб на полях сражений. 22 бойца удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня в области их живых свидетелей кровавых сражений осталось всего 37. Одна из них – Любовь Сергеевна Колесник. Это единственная в регионе женщина-ветеран Великой Отечественной войны. Капитан медслужбы в отставке шлет казахстанцам свои искренние поздравления. Предлагаю послушать. Хочу пожелать всем людям Казахстана, да и вообще всем, чтобы не было войны, чтобы не было такого горя у каждого, чтобы все было благополучно и в семье, и в жизни. Так что живите спокойно, чтобы все было, чтобы не было войны, чтобы было у нас чистое небо. Поздравляли сегодня героев и воспитанники детской деревни Атамикен. Юные казахстанцы подготовили праздничный концерт с песнями военных лет и сценическими постановками. А местные власти к 73-летию победой в качестве ценовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны из местного бюджета выделила 422 миллиона тенге. Финансовую поддержку получили и труженики тыла. На этом у меня все. Вера. Техан, спасибо.